Узнать, как видит глава государства стратегию развития России и как оценивает итоги года, мы сможем на очередном послании президента России Федеральному собранию. И пока правительство успокаивает народ, что все хорошо, общество ждет, услышим ли мы признание провальной политики экономического блока, недоработок в вопросах безопасности, в том числе экономической, а также услышим ли, что есть таки в стране ответственные за все это. Чего же ждать от речи Путина? Чего ждать не стоит и каково реальное положение вещей в стране? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ политолог Сергей Черняховский. Я бы, естественно, хотел услышать и о последовательности действий международной политики, продолжение того, что начато. Эксперт указывает и на то, что в ситуации с энергоблокадой Крыма тоже есть виновные, и они находятся не на Украине, а в правительстве России. Сергей Черняховский уверен, в вопросах безопасности необходимо быть готовым к любым испытаниям. Нашим же чиновникам приходится обычно все разжевывать и предлагать готовые решения. Мы должны были еще год назад создать энергетический монстр в Крым. Раз мы его не создали, значит, есть люди на федеральном уровне, виновные в том, что мы его не создали. Если это так, эти люди должны быть названы и в публично вынесены приговоры. Не нужно приказывать, не должна быть необходимость вот всем все вслух сказать. Должна быть готовность и понимание, что это нужно делать. Одно понятно. Необходимо объединение всей страны для борьбы с угрозами как внешними, так и внутренними. Но вот последнее событие, открытие Ельцин-центра, законопроект об увековечении память жертв политических репрессий, другие инициативы дают право усомниться в том, всех ли хотят объединить. А также вселяют уверенность, что ставка в борьбе делается на либералов. Высшая руководитель страны, исходя резонно из необходимости максимального сплочения общества перед угрозой нынешних вызовов, не понимает, что, во-первых, обеспечить сплочение всех невозможно. Во-вторых, либералы составляют, или те кого, называют часть либералами, самую незначимую часть общества. И они всегда будут против, бесполезно с ними сплочиваться, потому что они не мыслят себя гражданами России в принципе. Поэтому, если уж на то пошло, мы должны четко сказать, что эти люди не являются гражданами нашей страны. Мы должны четко сказать, что они, имея право жить на территории нашей страны, должны понять, что их мнение мы учитывать не будем. И они должны четко знать, что в политической жизни страны им не место. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» Продолжение следует...